В студии дизайнера Лелы Кавторадзе, что в центре Москвы, редкий гость. Это 93-летняя женщина Татьяна Николаевна Бобринская. Она никогда не жила в России, но прекрасно владеет русским языком. Её родственники были цветом русского дворянства. Дед Сергей Тимашев – министром торговли и промышленности при императоре Николае II. Муж Николай Бобринский – граф, прямой потомок Екатерины Великой. Татьяна Николаевна выросла в эмиграции во Франции. Впервые в Россию попала лишь в 60-х годах. Я чувствую себя на родине. Когда я спустилась в страну, плавала на русскую землю. Это неописанное чувство. Потом попала и спустила. На улице говорят по-русски. Как это так? А объявления все по-русски. Графиня в Москве не случайно. Со столичным дизайнером её объединяет новый проект – создание коллекции обоев с традиционными русскими узорами. От этого рисунка я просто, ну, волнует тут не упала, потому что это родное, это дорогое. Понимаете, и из этого, то, что есть ещё рисунок, эти кокосники, и это очень-очень интересно и очень красиво. И это люди, наверное, клиенты не могут додуматься, что из этого можно сделать. Дело жизни Бобринской – небольшая мастерская в пригороде Нью-Йорка. Здесь производят обои ручной работы. Творения этой студии украшают дома таких семей, как Рузвельты, Рокфеллеры, Форде. Краска замешивается вручную. Последние 50 лет – это удел графини. Несмотря на преклонный возраст, она сохраняет удивительную чуткость к цветам и оттенкам. Далее краску наносят на трафарет, через который рисунок переносят на полотно. Узор выкладывают путём наложения оттенков. Работа требует крайней аккуратности. Одна неточность может испортить всё полотно. Да, это старая технология, ручной труд целиком и полностью. Достаточно долгий процесс самопроизводства. Но в итоге, когда получаем продукт, даже какие-то неровности, которые появляются на бумаге и на ткани, они больше даже какую-то изюминку придают. Деревянное зодчество, кокошники, вологодское кружево. Дизайнер Лелла Кавторадзе, оформлявшая квартиры таких звёзд, как Кэти Топури и Митя Фомин, уверяет, спрос на русское особенно высок у западных клиентов. Это то, что нужно теперь. Мы должны восстанавливать положительное по России. И вот эти чудные рисунки – это часть этого. Создание русской коллекции пока в стадии разработки. Татьяна Николаевна, пользуясь перерывом в жёстком графике, вдохновляется прогулкой по старинному центру Москвы.